Добрый день всем, кто меня смотрит. Меня зовут Дарья Сударева. Это программа «Видеочат». Сегодня у нас в гостях министр образования и науки Ульяновской области Наталья Семенова. Наталья Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Рада вас видеть в нашей студии. Очень рада. Сегодня наш прямой эфир посвящен важной достаточно для жителей не только Ульяновской области, но и России теме. Это дистанционные образования. Дорогие зрители, мы находимся в прямом эфире. По мере нашего разговора вы можете задать вопрос министру. Номер увидите на своих экранах. 8 927 814 05 99. Школьные каникулы закончились. Со среды ученики начали дистанционные обучение. И со среды как раз у родителей тоже появились вопросы по вообще вот этому режиму, как организовать проблемы, вопросы. Вот расскажите в первую очередь удалось ли решить проблему по сбою техническому вот в дистанционном режиме обучения. Потому что многие программы дали сбой. Ну, действительно, мы в регионе с 8 числа перешли на дистанционный формат образовательного процесса. Хотя напомню, что до каникул 17 марта 4 дня мы также пробовали работать в дистанции, но это был очень короткий период. И понять все сложности было не просто ни педагогам, ни родителям, ни детям. И, собственно, мы именно с этом времени начали анализировать, как мы будем выстраивать процесс в дистанции. Два дня, 6 и 7, мы сознательно взяли на то, чтобы подготовить расписание, поскольку дистанционная форма обучения требует иного подхода. Это необычный формат образовательного процесса, и это признают все участники образовательного процесса. И мы хорошо понимаем, что достаточно сложно 118 тысяч наших деток одновременно запустить в процесс образования в дистанции. А именно такое количество школьников проживает у нас в регионе. И нужно сказать, что не только одна платформа используется для образования, для обучения. И это не только в нашем регионе, но и в других субъектах Российской Федерации. У нас около 10 разных платформ. Я назову лишь некоторые из них. Это наш сетевой город, к которому уже привыкнули, и наши горожане, жители региона. Это и платформа Яндекс, Учирус, Айенг. Вот буквально несколько дней назад в Министерстве просвещения Российской Федерации рекомендована платформа «Моя школа в онлайне». И что важно, учители, каждая школа вправе выбирать самостоятельно ту платформу, на которой будет выстраиваться образовательный процесс. Очень важно, чтобы обучение по той или иной платформе было согласовано с Министерством региона, то есть с нами, а мы, в свою очередь, с Министерством просвещения Российской Федерации. Собственно, мы это все и сделали. Все те платформы, которые используются нашими учителями, детьми, не все вышли на нашем сайте официальном и на сайте Министерства просвещения Российской Федерации. Во сколько такое количество деток одномоментно заходят для обучения, то сети не всегда, к сожалению, выдерживают. Уважаемые учителя, родители, наши школьники, я прошу понять и принять эту ситуацию, но, к сожалению, пока как данность. Действительно, ну, как называемые, слетают сервера, выходят из строя сеть, но наши технические работники постоянно находятся на контроле, и как только такая проблема техническая возникает, они включаются в ее исправление. И нам удается исправлять, это занимает некоторое время, но очень вас прошу, поймите правильно, я думаю, что мы все вместе отладим эту ситуацию. И вместе с тем могу сказать, что вот проблемы были с сетевым городом, а с рядом других платформ. Проблем такого характера не было, поскольку на них меньше заходит учащихся и учителей, и мы мониторим ситуацию в ежедневном режиме, работаем 24 на 7, и мы знаем, в каком районе нашего региона, в какая платформа далась бы, какая не дала, оперативно реагируем. Как вообще построено обучение в дистанционном режиме? Каждая школа сама выбирает, например, вот расписание уроков, или это делают учителя вместе с учениками, или учителя дают задания, отдельные ученики выполнять. Как вот это построено все? Школой, безусловно, разрабатывается расписание, но учитель подстраивает, может быть, не совсем удачное слово, но тем не менее, наверное, оно в данном случае правильно, подстраивает под учеников расписание, чтобы оно было недостаточно жестким. С чем это связано? Первое. У нас есть семьи, достаточно большое количество, и слава богу, где деток много, более двух, и все они школьники. И, соответственно, один ребенок занимается на одном компьютере, другой на другом, а третий в это время пока на перемене. Вот для того, чтобы мобильно перестроиться с расписанием, учитель должен понимать индивидуальность каждой семьи. Это, безусловно, требует дополнительного внимания учителя, и нужно сказать, что в данном случае, в дистанционном формате обучения, у нас учитель равно психолог, потому что работает психологически и с родителями, и с учениками. Вот это первая особенность. Вторая. На ней бы тоже хотелось остановить ваше внимание. Например, вышла буквально два дня назад, даже сутки назад, рекомендация Министерства просвещения Российской Федерации о том, что девятиклассники, которые у нас дают УГЭ, но принятая аббревиатура, не буду ее расшифровывать, в рамках государственной итоговой аттестации, сдают два обязательных предмета, русский и математика. Два других предмета, которые ранее сдавались по выбору, в этом году сдаваться не будут. Мы принимаем эту рекомендацию, буквально сегодня, до конца дня уйдет от нас письмо методическое в муниципальное образование региона. Соответственно, акцент нужно будет сделать именно на эти предметы, математика и русский. В связи с этим расписание тоже будет меняться. Какие-то предметы частично уйдут, либо совсем из расписания, и те темы, которые не доизучили, они будут перенесены на следующий год. Либо уменьшится количество часов на ряд предметов, а останутся ключевыми предметы, которые будут сдаваться обязательными. Поэтому в данном случае расписание – это некий живой организм, и он очень мобильный, он очень подстраиваемый под каждую ситуацию конкретно. Из этого, исходя, следующий вопрос задаю, который тоже очень многих родителей волнует. Что делать, если в семье несколько детей, они учатся в разных классах, в разных школах, компьютер один? Как и что делать? Действительно, это тоже проблема, с которой мы столкнулись, и мы ее признаем. Губернатор нашего региона Сергей Иванович поставил нам задачу как раз-таки в конце марта проанализировать, провести мониторинг обеспеченности наших детей компьютерной техникой. Это и планшеты, это и компьютеры, и ноутбуки, и смартфоны, которые поддерживают интернет-связь, и имеют видеовыход. Мы провели такой анализ, и на конец марта таких деток у нас было около трех тысяч, которым необходима техника. Какими путями мы пошли для решения данной проблемы? Первое. Мы договорились, что школы будут передавать во временное пользование компьютеры, ноутбуки детям, которые не имеют их, на период дистанта и каникулярного времени, которое закончилось. Эта мера, на наш взгляд, очень действенная. Мы отдали на вчерашний вечер почти 800 компьютеров и ноутбуков, семьи. Есть три важных документа, они очень легкие в оформлении, но вместе с тем очень нужные и важные. Это заявление от родителя, что он забирает на время дистанта технику для обучения ребенка. Второй документ – это акт передачи техники, потому что мы хорошо знаем, все понимаем, что есть материально ответственные лица в школах, которые гарантируют работоспособность техники, ее исправленность, ремонт. И третий документ – это документ исключительно школьный, это журнал, в который заносится вся техника, которая передается. Специально приходить в школу и отдавать заявление не нужно. Можно любым удобным способом. Можно написать заявление дома, сфотографировать, переслать фото. Написать заявление, отправить электронной почтой. Но вот за техникой прийти нужно. Ее нужно забрать, ее нужно установить, понять, что она в рабочем состоянии. Документально никаких проблем не возникает. Таким образом, мы закрыли более 800 детишек, около 1000, но мы понимаем, что у нас есть еще детки, для которых вопрос еще окончательно не решен. Здесь нам помогли, слава богу, всем жителям, соседи, знакомые, родственники, которые свои компьютеры, свои планшеты передали детям. Кто-то во временной пользу, кто-то в дар. У нас есть наши друзья, спонсоры, которые помогают школе. Всегда это предприятия, которые являются членами попечительских советов школ. Они приобрели технику и тоже передали деткам, многодетным, у которых совсем нет компьютеров. И тем самым мы вопрос практически решили. Почему я говорю практически, с оговоркой? Потому что до сих пор поступают звонки, что у меня нет компьютера, и я об этом не слышал. Спасибо вам огромное, что вы пригласили, что мы сегодня это обсуждаем. Я прошу всех еще раз обратить на это внимание. Если вы сразу не услышали, если вы сразу не поняли, у нас есть телефон горячей линии 37-01-67 и ряд других номеров телефонов, которые вы можете легко найти на сайте Министерства образования и науки региона. И мы на каждый звонок, на каждое обращение реагируем мгновенно. Анализ тех звонков, которые поступают сейчас, и детки которых пока не имеют компьютеров, позволяет нам сделать вывод, что в семье есть, например, телефон с выходом и видео есть доступ, но ребенку совсем неудобно с телефона, но видит маленький экран. То есть, казалось бы, есть связь, но трудно учиться. Мы включаемся. Есть семьи, которые говорят, что, вы знаете, мы сразу не обратились, у нас есть действительно компьютер. Но вот в каникулы, пока ребенок занимался, он вышел из строя. Нужно здесь помочь. Еще одна мера, которую мы также обсуждаем, это организация ремонта той техники, которая имеется у детей дома. Мы обсуждали это и с коллегами из IT-сообществ. Партнеры готовы включиться и помочь совершенно бесплатно отремонтировать и передать вновь в семьи. Я думаю, что в каждом конкретном случае вопрос 100% будет решен. Нам, повторюсь, главное всем понять, что это для нас впервые и для региона, и для всей страны, когда мы массово выходим в дистанционный формат обучения. Есть ли понятие, до какого числа продлится такой режим работы? Ну вот, к сожалению, я не могу назвать конкретную дату до особого распоряжения, когда мы поймем, что ситуация у нас стабилизируется, и более того, идет на спад, тогда будут приниматься какие-то другие решения. Ну, так как время у нас ограничено, хочу перейти к другому вопросу. Это работа дошкольных учреждений. Все это время детские садики работали в усеченном режиме, работали только дежурные группы. Как сейчас обстоит зела? Действительно, этот вопрос тоже звучит. Решение губернатора открыть дежурные группы в детских садах для тех родителей, которые являются сотрудниками организаций и предприятий, указанных, извиняюсь за эту автологию, в указе президента. То есть это те люди, которые вынуждены работать и обеспечивать жизнеспособность региона. Вот с 30 марта эти дежурные группы были открыты. В конце марта мы начинали, например, в городе Ульяновске с 60 групп, и всего 5 районов области включились в открытие данных групп. Сейчас, на сегодняшний день, количество групп, например, в Ульяновске увеличилось до 87, поскольку, напомню, у нас есть 151-е постановление нашего региона, которое расширяет перечень организаций и предприятий, у которых есть возможность и необходимость выйти на работу. И вот эти цифры, которые я выше назвала по увеличению количества дежурных групп, они свидетельствуют об этом, что родители вышли, а ребенка нужно отправить, оставить в детском саду. Здесь бы я хотела обратить всех на несколько, на мой взгляд, очень важных нюансов. Первое. Нельзя запрещать, точнее, нельзя отказывать в открытии дежурных групп родителям. Родители выходят на работу, поэтому дежурные группы будут открываться. Но в каждой группе должно быть не более 12 детей. Вот это ограничение действует только в условиях особого режима, в котором мы сейчас проживаем. Поэтому, если в детский сад привели 15 детишек, а группа пока организована одна, значит, в этот же момент организуется вторая группа, и детки делятся на две подгруппы. Это важно. Второе. Тоже очень важно. Родители, если вам где-то отказали в открытии дежурной группы, обращайтесь на горячую линию выше. Я этот номер вам называла, и мы, опять же, в каждом случае конкретном будем решать этот вопрос. Есть ли понимание вот об открытии детских садов полностью? И вопрос, если работают дежурные группы, каждый детский сад должен работать, или все-таки ограниченное их количество? Дежурная группа может открыть каждый детский сад, да, по сути, и должен открывать в том случае, если есть в этом потребность. Если в детском саду воспитываются детишки, родители которых в большинстве своем работают на предприятиях, которые выходят на работу, то в этом случае будут открыты и целые детские сады. Не скажется ли здоровье детей на пребывании в детских садах, и вообще какие меры предосторожности действуют сейчас? Все требования Роспотребнадзора в отношении дезинфекции, особого контроля при приеме детей, фильтра, обработки, все это сохраняется в жесточайшем режиме, и измерение температуры, и обработка дверей, полов, стен, игрушек. Все это в обязательном порядке сохраняется. Не думаю, что какое-то будет беспокойство для деток, и беспокойство для их здоровья в детских садах. Другое дело, если мы вернемся буквально на минуту по обучению в дистанте, более чем 30 минут за экраном ребенок находиться не может. Поэтому, когда мы с вами обсуждали вопрос по расписанию, то в расписании тоже учитывается 30 минут времени обучения перед экраном, и далее перемена. А вот здесь нужно жестко соблюдать и учителю, и, соответственно, родителям, поскольку действительно есть беспокойство и по зрению ребенка, и ряд других вопросов. Вот, кстати, вопрос по уже школьному образованию возник. Что делать, если учитель или классный руководитель не объясняет какую-то данную тему, детям непонятно, особенно, может быть, это касается первоклашек, второклашек, которые еще не так хорошо знают компьютер или тех же учителей, старые школы, можно так сказать, которые тоже не совсем разбираются в компьютерах. Вот что делать в данной ситуации? Может быть, как-то учителей обучают этому? У нас создана специальная виртуальная конференция для учительства, для коллег. Ссылка на эту конференцию, где она размещена, в каком режиме она работает, доведены до всех районов нашего региона. Каждый учитель знает про эту конференцию. В рамках учительской конференции обсуждается и конструктор уроков, и как подавать материал. Поэтому у учителей есть возможность пройти короткое повышение квалификации с помощью наших ведущих методистов. Это первое. Второе. На нашем сайте указан номер горячей линии по вопросам методической поддержки учителей. Могу сказать, что действительно обращаются, и мы оказываем методическую помощь. У нас создана рабочая группа при министерстве из педагогов, наставников, методистов, которые оказывают методическую помощь в каждом конкретном случае по запросу. Кто вошел в рабочую группу, тоже можно увидеть на нашем сайте. Я очень верю, что вот та поддержка, которую мы стараемся оказать, может быть, где-то про кого-то забываем, но мы всегда открыты и готовы на помощь. Спасибо большое. Наша передача подходит к концу. Время истекает. Дорогие зрители, если мы не ответили на какие-то вопросы, мы обязательно передадим их в министерство образования, и уже точно, досконально ответ получите. Спасибо большое. Спасибо огромное. На все вопросы обязательно ответим. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok